Новому маршруту быть. Уже весной этого года на улицах столицы появится новый троллейбусный путь, соединяющий районы Буйкана и Ботанику через улицу Албешара, на которой сегодня можно встретить лишь пару направлений маршрутного такси. Такое решение было принято самими горожанами в результате голосования на странице Кишиневской премырии. Власти города предложили на выбор семь вариантов. Рассчитывали так, чтобы троллейбусы прошли в тех местах, где транспорта не было и в помине. Выиграл маршрут, который начинается здесь, на улице Алба-Юлия 97 и двигается вверх по улице Ливию-Деляну. Это спальный район, который, несмотря на свою величину, почти не обслуживается транспортными единицами. Для того, чтобы дойти до ближайшей остановки, людям приходится преодолевать путь почти в километр. Затем маршрут двигается по Албешуари и заканчивается на бульваре Гагарина. Его протяженность примерно 25 километров. За этот маршрут проголосовали 39% респондентов, или 4873 человека. Но в управлении электротранспорта говорят, что в целом направление им понятно, а в деталях могут быть поправки. Учитывать приходится и состояние дорог, и возможности троллейбусов. От проходимости до времени работы без подзарядки. Ведь на той же Албешуари, например, линии не проложены. На автономном ходу электромашины могут проехать до 20 километров. Поэтому путь должен лежать и через улицы, на которых есть линии электропередачи. Жители столицы дождаться не могут. Говорят, давно пора. Я здесь живу, я на работу езжу. Неудобно. Надо выходить, идти пешком далеко. А так, если будет здесь, будет удобно. Очень. Здесь очень мало транспорта. Здесь, в принципе, только маршрутки. И поэтому будет очень удобно. Для людей, конечно, полезно. Будет прямое сообщение. Всего на маршрут выведут около 7-10 троллейбусов, которые сейчас находятся на пути из Беларуси в Кишинев. Затем последует процесс сборки. Транспорт будет оснащен системой кондиционирования воздуха, низким кузовом и рампой для людей с ограниченными возможностями.